Сегодня очень такой знаменательный юбилейный день для меня. Так что не случайно я к вам пришла именно в этот день. Ровно 24 года назад, в этот день, то есть до захода солнца сегодня, в Бетшват, началась война в Персидском заливе. И сегодня это уже Гиммел-Шват, вот сейчас. Война в Бетшват была объявлена, а в Гиммел-Шват полетели первые эскады. И почему для меня это, так сказать, знаменательно? Потому что мы приехали в Израиль в середине войны в Персидском заливе. Это называлось Змана-Скадем. И летели по воздуху такие большие вагоны, начненные взрывчаткой. И мы были почти... Очень мало народу летело в Израиль. То есть все самолеты летели из Израиля. А мы летели в Израиль. То есть мы уже на тот момент понимали, что все в руках Всевышнего, слава Богу. И мы решили, что это как раз тот самый момент, в который нужно быть с народом Израиля. И мы прилетели. Большая семья. У нас была семья 8 человек. То есть наша маленькая семья. Мы летели с тремя детьми. Там с бабушкой, дедушкой, прабабушкой. В общем, такой колхоз. Вот. И с нами, мы помним, с нами в самолете очень мало было народу. Но летела еще одна семья. Летела еще одна семья, которую мы на какое-то время потеряли из вида. Такая светская, секулярная семья. Довольно симпатичная. Почему мы запомнили их? Ну, во-первых, потому что они тоже летели прямо посередине войны. А во-вторых, там были мама, папа, двое детей и собака. И, ну, как-то так, приятные люди. И на много времени мы, значит, потеряли с ними связь. Устраивались в Израиле. Там думали, как прожить. Все это было, это было время Большой Алии. Сразу после, сразу после того, как война закончилась, сразу поехало много-много-много-много народу. Надо было там иврит, устраиваться и так далее. Мой муж сделал очень интересную такую вещь. Он пошел учиться в Швутами. И, ну, в Швутами, я не знаю, какая сейчас стипендия. Ну, вообще в Ешивах, вот спросите, в Толдот-Ешурун, так сказать, учатся люди достаточно идеалисты, скажем так. А у нас было трое детей. И надо было как-то прожить. Вот. Но мой муж самый большой идеалист. И он сказал, что он столько лет учил своих учеников детей всякой ерунде, что теперь он должен пойти и регулярно поучиться сам. И назначили ему стипендию там, как сейчас помню, 650 шекелей. На эти деньги мы должны были вот. Это было очень симпатичное время. Мы познавали Израиль. И мы, и наши дети. И, скажем, мой папа мне говорил, как вы будете жить в Израиле? Как вы будете жить в западном мире с вашей необязательностью? Вы всегда всюду опаздываете. И вот первое впечатление от Израиля. В Швутами назначили званный вечер. Все Аврехим должны были прийти на званный вечер со своими женами. Первый раз. Явиться в общество. Вы же понимаете, я начала готовиться заранее. Все, так сказать, как на большой светский раут. И понятно, что мы ехали с опозданием примерно часа полтора. Потом мы куда-то, значит, заехали не туда. Потом мы вышли из автобуса, схватили такси. Я говорила, что какой ужас. Ужасно неудобно. Я вообще такой человек достаточно стеснительный. И я не могу, скажем, войти в комнату, когда уже все сидят. Для меня это такое переживание внутреннее. Такое свойство нервной системы. Я говорила, как мы все будут уже сидеть, мы зайдем. Ну, значит, там назначено было, наверное, часов на семь. Мы приехали где-то часов полдесятого. Мы были первыми. Это, так сказать, вот эти впечатления от Израиля. Они, так сказать, накладывались. И, слава Богу, я пошла работать в школу для девочек. То есть сначала нет. Сначала все было интересно. Я... Ну, не было же работы. И моя подружка, которая на тот момент работала в семинаре на Вейру-Шалаем, она сказала, что место начальницы семинара русского уже занято. Начальницей работает Аня Эсос. Место Эмбайт уже занято. Эмбайт работает Люба Зильберштейн. И есть только еще одна ставка, на которую можно меня позвать. Эта ставка называется Шатханит. Сваха. Какая у меня разница? Была бы ставка. Шатханит, Шатханит. Неважно. Я не знала, что это такое. Видимо, в генах что-то у меня было. Потому что я помню из детства, что моя мама очень любила сватать. Очень любила сватать. И у нее никогда ничего не получалось. Никогда. Она была учительницей русского языка и литературы. Она такая замечательная была женщина. И она очень гордилась. Однажды два частных ученика встретились. У нас в Подмосковье был дом. И когда один ученик выходил с маминого частного урока, а другая ученица входила, они посмотрели друг на друга. И это решило их судьбы. Это был, мне кажется, единственный шедух, который можно назвать маминым. Страшно были недовольны родители и того, и другого. Потому что это был мезальянс. Он был с какой-то обеспеченной очень семьи. Она была какая-то девочка совершенно, так сказать, провинциальная. В общем, короче говоря, любовь. И, мне кажется, живу до сих пор. Ну, видимо, во мне что-то такое было. Но на тот момент, когда меня позвали в Неверушалаев, я думала, что я получу зарплату и какая разница за что. Я пошла. Я пошла. И мне сказали, шатханит – это определенная, так сказать, определенная сфера деятельности. Надо поучиться. И меня послали учиться. А в еврейском народе нет, так сказать. Вот сейчас везде, все сейчас умеют делать бизнес и все время сейчас появляются. Там учат школы из шатханов. И там, я знаю, психологические основы шедуха. Там еще что-то такое. Здесь плати 2 тысячи, там 5 тысяч. Тогда ничего этого не было. Это давно было, 24 года назад. И меня послали. А Неверушалаев – это была фирма, которая работала много лет. Женский такой семинар серьезный. Американки, француженки. И там много лет работали такие две матерые рабаньот, которые занимались шедухами. И меня послали к ним учиться. На тот момент, я и сейчас, я неправильно говорю, хотела сказать, на тот момент я не знала ни еврита, ни английского. Этот момент продлился. Но меня послали к ним тогда. И я должна была научиться профессии шатханит. Я помню, как эти две очень уважаемые женщины, рабаньотки в возрасте, я считала и чувствовала себя молоденькой. Я и сейчас чувствую себя не очень старой. Но тогда как-то это вообще было. Я девчонка перед ними. Они меня посадили и сказали, смотри, как, что, ощущать, чувствовать и так далее. Это все придет или не придет. Это изнутри. Сият и дешмая – это тоже такая вещь, которой научить невозможно. Договоришься с Богом – все будет. Это единственное, что мы хотим тебе сказать, что важно знать в этой профессии шатханит. Знай, что когда ты будешь обдумывать этот же дух, и когда тебе будет казаться, что «О, это оно, я нашла», и ты назначишь встречу, и будешь сидеть и ждать. Полчаса прошло, час прошел, полтора, два. Он еще не позвонил, она еще не позвонила. И когда после всего он позвонит тебе и скажет, «Вы что, с ума сошли? Вы кого мне послали? Это что, вы так обо мне думаете? Вы такого обо мне мнения, что могли мне послать такое?» И когда она скажет примерно то же самое, главное – не разочароваться, не опустить руки и не плюнуть на все. Если ты сможешь не плюнуть на все и продолжать, значит, ты состоишься. Как я поняла это? Я не знаю на смеси еврейцев с английским, но это я запомнила. Вот прошло 24-23,5 где-то года, я это помню. И иногда бывает на самом деле так. Я выстраиваю, я думаю, «Боже мой, оно, какая фантасмагория! Боже мой, это же космос!» Мальчик из Натании приехал ко мне именно в тот момент, когда девочка из его двора позвонила мне утром в Натании. И они оба и так далее. Я строю, строю, строю. Они смотрят друг на друга и благополучно разбегаются. А иногда бывает так, «Сия-то дешмая, сия-то дешмая». Иногда бывает так, что вдруг откуда-то получается какая-то мысль, какое-то ощущение, какое-то штука. Короче говоря, я пришла сюда сегодня с одной мыслью. Сказать вам, что все дело шедуха. Это одна сплошная сия-то дешмая и сплошной бетахон, что все будет хорошо. Договориться с Всевышним и все будет хорошо. И никакого иштадлута. Я знаю людей, которые бегают по разным шатханим, шатханиот, там-сям. Я говорю, сидите спокойно. Вы сказали, что вы хотите шедух. Он к вам придет. Минимальное усилие, минимально купить лотерейный билетик. Все. Больше ничего не надо делать. Все абсолютно-абсолютно мишамаем. Мне говорят, как? Ну написано же. Написано в Торе иштадлут. Надо делать какие-то, так сказать, старания, какие-то движения для того, чтобы оно пришло. Дорогие девочки, абсолютно минимально. Оно придет тогда и так, как это будет нужно. Все знают, знают, не все, два человека, три человека знают, что, значит, вот нужен шедух, нужен хороший парень там с такими-то особенностями и так далее. Все. Вы сделали свой иштадлут. Абсолютно спокойно, с легкой душой продолжать жить, учиться, работать, делать смитцвод, помогать людям. Все. Ваш иштадлут сделан, и Всевышний на тарелочке с голубой каемочкой принесет то, что надо. Я в роли шатханит теперь. Так получилось, что, значит, ну, на Верушалайме я не сделала ни одного шедуха. Я попыталась, попыталась. Однажды даже один шедух вот так попыталась сделать. И позвонила к Равыцхаку. Потом мы с Равыцхаком очень-очень-очень-очень много делали и вместе шедухов. И я с ним советовалась. И даже он за мной советовался по каким-то моментам. Но я в начале своего пути меня отругала его жена. Значит, шедуха – это такое дело. Кто-то сказал, что-то сказал. Это очень такая... Не дай бог лошонара, не дай бог что-то в своих... Берури, в проверках, что-то не так сказать, не так понять, не так услышать. Очень такое. Я позвонила Равуцхаку, и Раванингита взяла трубку и говорит, ой, ну не ввязывайте его, не ввязывайте. Он потом во всем окажется виноват. Он всегда так. Вот он войдет в эту ситуацию, и потом на него все шишки будут валиться. Так он сказал. Понятно, что она не хотела, чтобы он сказал честно. А он вообще был честный человек и говорил все честно, чтобы он сказал о ком-то то, что есть на самом деле. Она хотела его оградить и увезти, и сохранить его здоровье, и все такое прочее. Но уже, так сказать, все закрутилось. Я пыталась. Пыталась делать шедухи. Ничего у меня не получалось. И тогда мне было очень неудобно. Я должна была отработать свои 720 шекелей, Машу Козе, что-то такое. И я стала с девочками из семинара ставить спектакли. Да, но мне неудобно было. Ну что, я получаю зарплату регулярную. У меня есть свидетельство, ты уж, у вас скоро свидетельство о зарплате. И просто так, я человек словестливый. И мы ставили спектакли, очень хорошие, там, ко всяким еврейским праздникам. У нас фотографии сохранились очень милые, приятные. И мой первый шедух, это была сплошная, сплошная, сплошная сията дешмая. Мой первый шедух, мы переехали, какая-то была сырая квартира, в Рамоте мы жили здесь. И мы переехали в Рамот Далит. И буквально через несколько месяцев меня уже позвали на работу в Варнов, где мы и живем 23 года, и где я работаю в одном и том же, на одном и том же месте с, я знаю, с 93 года. И почему-то мы оказались на несколько месяцев в квартире. То есть, почему я знаю? Потому что тогда произошел мой первый в жизни шедух. Я посватала соседку, дочку, да, нет, не с соседом, дочку соседей с сыном моих друзей из Москвы, которые, значит, друзья такие все, кремень такие, все доктора наук. Вот. А мальчишка как-то вот пришел через хаббат и, значит, захотел соблюдать. Очень-очень хорошая девочка моих соседей вышла за него замуж. Сейчас у них уже там, я уже забыла считать, на седьмом ребенке, кажется, я перестала считать. Вот. И это была такая, так сказать, первая удачная проба пера. Это было объяснение того, что я оказалась на несколько месяцев вот на этой улице Минс в работе. И все. И потом уже я работала, я работаю все годы в школе Байтульпана. и начала я работать. Я преподавала русский язык и литературу в школе. Год готовила детей на Багрут. Это было очень интересно. Мы брали каких-то, я знаю, героев из русской, зарубежной, всякой литературы и разбирали их поведение с точки зрения канонов иудаизма. Это было страшно интересно. Мы вспоминаем, они вспоминают об этом до сего момента. Вот. А потом уже начали ехать девочки-студентки. И много-много-много лет у меня есть группа девочек-студенток, которые приезжают, которые учатся, которые определяют свой жизненный путь, решают, выбирают. У нас, так сказать, принципы абсолютно, абсолютного свободы выбора. Мы в моей школе, наверное, это единственная такая еврейская религиозная школа на свете, в которой нет ничего обязательного. Девочек никто не заставляет ни молиться, ни говорить броход, ни, так сказать, соблюдать субботу. Мы говорим, вот мы такие, мы это нашли, нам кайф в этом, нам это хорошо, хорошо для нас, для наших детей, вы решайте. И слава Богу, слава Богу, так сказать, этот метод дает свои результаты. Очень-очень-очень много девочек из нашей школы становятся религиозными, строят семьи. И уже сейчас у нас начался период, бурный период бармитсов у нас уже, и мы не успеваем, каждый вечер мы должны куда-то ехать, а сейчас у моих первых девочек уже у нас начался период свадеб. Они уже звонят, они уже советуются, там предложили такого жениха, такую невесту, вот как вы считаете, вот стоит, не стоит, на что обратить внимание, о чем спрашивать у шатханим, как увидеть правду сквозь какие-то там, так сказать, общие слова и так далее. Вот это вам, так сказать, вкратце то, что представляю собой я. Итак, познакомимся, меня зовут Рив Когдалевич, и я на сегодняшний день и работаю с молодежью в школе, работаю с молодежными программами и очень интенсивно продолжаю начатое там, вот 24 года назад дело. Иногда меня спрашивают так, ну скажите, ну скажите, ну сколько у вас шедухов, ну сколько, ну больше 100 или меньше, ну до 500 или после, ну скажите. Я абсолютно честно говорю, понятия не имею. Никогда в жизни, когда-то, когда я начала работать в школе у Рава Кальмана, он мне сказал, смотри, хочешь, чтобы была сията дешмая, никогда ничего не считай. Не считай, сколько девочек сделала чулу, не считай, сколько счастливых семей вышло, не считай, сколько ирусинов, сколько свадеб, сколько у кого детей, сколько денег, не считай. Есть такая вещь у евреев, насчитала мне от брахи, честное слово, не считаю. Иногда, иногда, скажем, когда мне взгрустнется, иногда я могу один раз, один раз в жизни я это сделала, у меня был такой кризис среднего возраста, так называется, и я написала, стала писать, 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 в меньшие духи, писала, 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 вот пока я писала, 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 по телефонной книжке, там по всяким вспоминала, писала, писала, примерно посередине списка у меня кризис моего среднего возраста, он стал проходить, 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 Я так ничего и не дописала И бросила этот список И так все снова стало хорошо Вот, и я думаю, слава Богу Слава Богу Теперь, конечно, меня шедух Как таковой, то есть есть момент азарта Момент азарта есть, это нормально Это нормально, это хорошо Момент озарения Он тоже есть Как во всякой творческой работе Он тоже присутствует Идея, вай И что дальше, и как дальше Это все есть Но при этом я вам скажу честно И я не кокетничаю Меня больше, чем Сделать шедух Интересует, чтобы Через 10 лет И через 20 лет Эта пара была счастливой Веселой, живой Недавно У нас была свадьба И мама Жениха не могла присутствовать Она в Америке еще не получила грант И она не могла Если бы она выехала Она там уже достаточно солидное количество лет И она бы потеряла все И поэтому она прислала ролик Она говорила поздравления молодым И прямо на свадьбе Пустили Сначала там что-то такое Девчонки сочинили Шутливая очень И веселая Хорошая Жениха с невестой Поздравляли Не знаю Путина Обама Всякие такие Вот сделали Очень симпатичную Шуточную штучку А потом На самом деле Серьезно Мама жениха Говорила о том Как она полюбила Невесту И как она почувствовала Что это именно то Что это Самая лучшая девочка И она говорит Когда меня спрашивают А что такое Самая лучшая девочка Я отвечаю Это та Которая идеально Подходит Моему сыну И она давала им напутствие И мне Это было очень близко Я не знакома С этой женщиной Но мне это было Душевно Очень-очень-очень близко Она говорила Что если Вам будут говорить Что жизнь Это не сплошная сказка Что в жизни Есть разные Разные моменты И что в жизни Бывают тяжелые моменты И так далее Что надо перейти Что надо сконцентрироваться Что надо то Она говорит Не верьте Жизнь Это красивая сказка И каждое ощущение Оно должно быть Ощущением Счастья Мне это очень близко Я хочу Чтобы было так Один наш приятель Женился Во взрослом возрасте Была такая маленькая Свадьба очень И я На свадьбе Женская сторона Сидела там В комнате Не знаю Десять женщин Поэтому я позволила Себе выступить В нашем женском обществе Я сказала Жене Он наш приятель Я ее не знала Я сказала Знаете Я вам желаю Чтобы каждое утро Вы просыпались С мыслью Какое счастье Что он мой муж И чтобы каждый вечер И чтобы каждый вечер Вы засыпали С мыслью Какое счастье Что я его жена И представляете Как мне было здорово Когда они позвонили Через полгода Она позвонила И сказала Знаете Я все стеснялась Я вам давно Собиралась позвонить И сказать вам Знаете Я вас вспоминаю Каждое утро И каждый вечер Вот так должно быть Так должно быть Это счастье Поэтому Когда я говорю Что я без кокетства Говорю Что мне Не главное Посватать Мне очень важно Чтобы Скажем У меня раздался звонок Такой звонок Однажды раздался И мужской голос сказал Как звонят Шатханим После встречи Голос Я что-то не узнала Голос Мужской голос Сказал Спасибо большое Мне Все нравится Я готов продолжать Я думаю Господи Совсем уже склероз Заел Кто же такие Я никого Никто сегодня вроде Не встречается Как это Я говорю Что Как Кто Мужской голос Говорит Да-да Все хорошо Большое спасибо Я готов продолжать Я очень доволен Оказывается Это меня разыгрывали Сидя в ресторане Мои Мои Кто это Кто это Посмотри Быстро Быстро Посмотри Кто это Это тоже Мой шедух Да Меня разыгрывали Мои Не Я просто подумала Там темно Я уже поняла Кто это Да Я просто Я была в шоке Мне показалось Что зашел именно Тот человек Который мне позвонил Нет Это не он Но короче говоря Это был Был человек Который На десятилетие Своей свадьбы Сидел с женой В ресторане Вот так Они решили Меня разыграть Вот Так вот Это Вот это Вот это Это так Вот это так Должно быть Это дает силы И на азарт И на то Чтобы не обратить Внимание на то Что не получилось Не получилось Как у Маяковского Было Помните Изводишь Единого слова Ради Тысячи тонн Словесной руды Вот это вот Шедухи Ради того Чтобы получился Один шедух Хороший Боже мой Сколько Сколько Суеты вокруг Сколько У меня есть девочки Которых я пытаюсь Пытаюсь посватать Я знаю Не про вас Будет сказано Не дай Бог Десять лет Бывает такое Бывает такое Не дай Бог Говорить о том Что Она что-то пропустила Она когда-то Все может быть Есть такая вещь Есть такая вещь Можно Не дай Бог Не дай Бог Пропустить Свой шедух Я конечно 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 Всегда советую Если Меня спрашивают Советы Я советую Идти Навстречу Даже если На первый взгляд Это кажется Не сто процентов То что ты хочешь Иногда бывает так Что сто процентов Не выстреливает А вдруг Человек Который Показался Старше Младше Не того уровня Так сказать Образования Или я знаю Ну как Он же не хочет жить В Израиле Он же хочет жить Там я знаю В Германии Или в Америке Но зачем мне это надо Иногда бывает Что все 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 Меняется В жизни И прекрасно Они живут вместе И им хорошо Там Или здесь Скажу У меня Был такой шедух Когда После третьей встречи Девочка Сказала Нет Нет Он Я думала Он Бен Тора Я думала Он религиозный Я думала А он Вы представляете Что он мне сказал Он хочет жить В Ашкелоне В Ашкелоне В этом нерелигиозном городе Зачем мне это надо Чего мне стоило Возродить этот шедух Я Психолог Психотерапевт Жонглер На Не знаю С тонкими предметами Канатоходец По 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 тонкому Шесту Там Шестом По По этому Я сумела Сделать Четвертую Встречу На пятой Он ей Сделал предложение Они Поженились И она В конце Концов Вынудила его Поехать В Ашкелон И жить С его Мамой Она сказала Нет Мы не можем Оставить маму Кроме того Она нам очень Поможет С детьми И она Настояла И они Живут Замечательной Харидивной Религиозной Жизнью Делают Уроки И так далее Прекрасно Живут В Ашкелоне И все Это Во-первых Такой принцип Никогда Меня спрашивают Иногда А надо ли Настаивать Вот если Люди Сомневаются Если люди Сомневаются Надо идти Не надо идти На вторую встречу На третью встречу Говорю Если меня слушает Кто-то Кто пытается Делать Шедухи Я очень Всегда За Чтобы люди Да Пытались Делать Шедухи Вы не волнуйтесь Иногда Говорят Ну что У меня нет Во-первых Никакой Квалификации Во-вторых Это такое Ответственное Дело А вдруг Посватаешь Не тех Не так Люди Будут Несчастливы Всю жизнь Ты будешь За это Ответствен Дорогие Ни о чем Не волнуйтесь И не бойтесь Что Так сказать Всевышний Не захочет То не будет Если вы знаете Что вы делаете Определенно Так сказать Хорошее дело С хорошими Кованут С хорошими Намерениями Дерзайте Дерзайте И И все получится Иногда Бывает так Что Люди Сомневаются Да Нет Нет Да Меня спрашивают Настаивать Иногда Что-то они Мне звонят Там из-за границы Вот Вот такая ситуация Было Две встречи Я не знаю Настаивать Или на третий Они оба Не пылают Я говорю Настаивать Можете Можете Попытайтесь Однажды У меня была Такая история Мальчик с девочкой Очень Очень Такое Я сразу Расскажу Кто Но Без имен Вообще Я Честно Я шалю Все мои Истории Это Это те Кто так или иначе Связан с Толдот Ешурон Я специально Себе написала Ну Думаю Так Пошучу Так вот Эта история Тоже связана С людьми Которые Близки Толдот Ешурон Мальчик Пришел С шедуха И Сказал Вы знаете Нет Мы с ней Оба Абсолютно Не ориентируемся В пространстве Ну что же это будет Меня поставь В середине Какого-то города Я же не найду Дорогу домой И она такая же Это же будут Несчастные дети Что это был За мальчик Помните Я рассказала вам О Семье Которая Летела с нами В самолете Так вот Когда Прошло Лет пять После нашего Приезда в Израиль К нам Обратилась Женщина С девочкой И я смотрю Что-то такое Ужасно Знакомая Ей Посоветовали Школу Что вот Есть там Такая группа Для взрослых девочек И вот Можно как-то Они приехали На собеседование Я не помню Я не помню Такая фантастическая Такая фантастическая история Девочка Тоже такие веселые истории Девочка Очень-очень-очень-очень Боялась мужчин Что такое Почему Какая-то такая Психологическая Особенность Вот когда Учительница Иврита Была женщина Все было хорошо Когда И моя Начальница Уезжает Куда-то В Америку Я Так сказать Старалась Все делать Проконсультировавшись С начальством Я такая Дисциплинированный Работник Но вот тут Ее нету И приезжает Ко мне Мальчик Такой мальчик Веселенький Хасид Прихасид Молоденький Живой 18 лет И говорит Хочу жениться Я говорю 18 лет А он такой Маленький Весь хорошенький Она тоже маленькая Худенькая Хрупкенькая И Он говорит В нашем Хасидуте Принято У нас 18 лет Уже вот И я готов Хорошо Там Компьютеры Зарабатываю 100 долларов В час Могу себе Позволить Жениться Все нормально И тут Вот Я думаю А вдруг А вдруг Она боялась Мужчин Она боялась Психологов Но вот он Такой веселенький И такой Хорошенький И такой Маленький Вот Нечего бояться Абсолютно И Я говорю Хочешь попробовать Что такое Шедух И мы Всей Квартирой Всей пневеей Собираем Ее на шедух Мы ее одеваем Девчонки Ее красят Она никогда До этого времени Не красилась Не понимала Как это и что Ей сделали Красивые Выразительные Глаза Ей намазали Губки Кто-то дал Свои туфли Кто-то Короче говоря Она уходит На шедух И в этот момент Над Иерусалимом Разразилась Гроза Страшная Проливной Дождь И мы Думаем Боже мой Как это она С ее глазками И с ее каблуками И что же Это будет В общем Мы ждем Волнуемся Мы Как-то так Когда девчонки Знают Что кто-то Идет Наши дух Они очень Очень Друг за друга Волнуются И стараются Чтобы было хорошо Я считаю Что во многом Это помогает Потому что Молитва И браха И желание Чтобы другому Стало хорошо Это очень Очень Когда одна Подружка Очень хорошо Молится за другую То у другой Все получается Так что Теперь надо Чтобы другая Помолилась за одну Это у нас Личная Вот Так Она возвращается Счастливая Вот такие Черные Потеки На лице Мы говорим Ну что Она говорит Классно Мы так Хохотали Он вообще Я говорю Ну не страшно Он же мужчина Ты же сказала Что ты к мужчинам Вообще Напушечный Не Вообще Так здорово Да И Короче говоря Следующий этап На психолога Мама была согласна Но На зятя Хасида Понимаете Это же надо было Маму подготовить Я говорю Так Давай Звони Она звонит И у нас С тех пор Это идет Как шутка На протяжении Многих лет Она говорит Мам Я А мы С соседней комнаты Значит Думаем Если что Мы что-то подскажем Она говорит Стойте здесь Слушайте разговор Чтобы мама Там в обмороке Не была И все Она говорит Мам Ты знаешь Я познакомилась Тут с мальчиком Вот Ну Знаешь Такой Симпатичный Мальчик Так мне понравился Такой Компьютерами Занимается Мама Говорит Это что Шедух Ну да Мам Так называется Да Вот Он так Он религиозный Спрашивает мама Девочка Ну да Немножко религиозный Такой Да Ну такой Хороший Мама Говорит Скажи честно Он хасит Ну такое Ругательное Слово Понимаете Он хасит Ну девочка Честная Девочка Говорит Ну да Наверное Мама Мама Говорит Что У него Пейсы А у него Пейсы Ого Пейсы Девочка Говорит Ну да Такие Симпатичные Такие Пейсы Мама Говорит Какой Ужас И что Он В хаситской Шляпе Девочка Говорит Ну да Мама Говорит Какой Кошмар И что Мама Говорит У него длинный плащ Девочка говорит Ну да, такой длинный плащ Да Мама говорит, какой кошмар Какой ужас И что, у него, наверное, белые носочки Девочка говорит, нет Мама говорит Ой, какое счастье Вот это мы помним Просто Вот Еще помним шутку с ними связанную Когда все сидели на Эрусине уже, наверное Ворт Эрусин, я уже не помню И девочки Хихикали И говорили А он встраивал меховая шапка И говорили Ха-ха-ха Что же Ему же, наверное, в такой шапке Наверное, жарко Он подслушал И такой хитренький, ироничный мальчик Он сказал, зато ногам прохладно Вот это мы тоже Помним Просто Так, короче говоря Когда уже эта девочка Она Все у нее в жизни Как-то так Сложилось Она стала Приглашать К нам своего брата Помните, я сказала Мама, папа И двое детей Она стала приглашать Своего брата Ее брат стал приезжать К нам из армии На шабаты Ружье мы прятали под кровать У нас были маленькие дети Тогда Прятали отдельно Этот самый Отдельно Как это полагается Корабь Эти С патронами Отдельно Ружье В общем, все это И он каждый шабат Стал к нам приезжать Приезжал, приезжал, приезжал И, так сказать Остался в этом мире То есть он был мне Мальчику очень близкий А девочка Та, которая не ориентируется В пространстве У нее тоже очень интересная история Она отличница Переотличница Необыкновенная Из далекого Западно-украинского города Которая Все пятерки Все отлично Четвертый курс института И приезжают в ее город Американская пара Пожилая американская пара И видят девочку Собирают евреев там И видят девочку Которая говорит Тора, это так интересно Я так Я пытаюсь соблюдать шабат Но вот у меня есть только эта книжка А другой нет В общем, она пленила сердце Этих американцев И эта пара Я сразу забегу вперед И скажу Это бездетная пара У которых не было детей 15 лет Они видят такую девочку И они говорят ей Хочешь Мы оплатим тебе поездку в Израиль Потому что мы видим Что для тебя это так важно Для тебя духовные вещи Это так интересно Она уговаривает своих родителей И в каникулы Родители разрешают ей Оплачивают ребенку билет Тогда это все было сложно Дорого и так далее Она приезжает в Израиль И в первый день приезда Она мне говорит У вас есть два месяца За два месяца Я должна обручиться Если у меня это не получится То родители скажут Что я обязана Вернуться домой Я в начале четвертого курса Мне осталось два года Я иду на красный диплом Они не поймут И у меня Любимые и дорогие родители У меня было два месяца Я послала ее На первую встречу С одним мальчиком Послала И Она сказала Да, хороший мальчик У нее была идея Хороший-хороший Две ноги Две руки Все нормально Религиозный А он сказал Что что-то такое Ему кажется Вот она только Недавно соблюдает А он бы хотел Если хотите Потом я расскажу Историю про этого мальчика И что с ним стало потом Все хорошо очень И короче говоря Вот второй шедух Я ее посылаю Вот с этим самым Мальчиком С ружьем Который Который мне звонит И говорит Ничего не выйдет Ничего не получится Два человека Которые не ориентируются В пространстве Сделают Несчастными Несчастливыми Своих детей Я говорю Я говорю Ты меня уважаешь? Он говорит Ну Я говорю Для меня Я говорю Для меня Я редко вообще давлю Я не люблю давить Вообще Я такая Немножечко сейчас С возрастом Уже более Если мне позволят Так выразиться Более Пофигистка То есть я Пофигистка Фаталистка Я не знаю То есть Нет Значит 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 Оно так Так и будет А тогда Мне казалось Я говорю Ну пожалуйста Ну для меня Встреться пожалуйста Еще только один раз И все И больше После второй встречи Я тебе не скажу Ни одного слова Ты скажешь Нет Нет Все Они пошли Второй раз После второй встречи Позвонила она И говорит Совершенно влюбленная И говорит Если не он То я вообще Не знаю Не знаю Кто мне может Подойти больше Это Идеал грез Звонит он И говорит Да я вот Закончила встреча Я думаю Больше встречаться Не надо Все Я ему обещала Я говорю Ну хорошо Принимаю Он говорит Да Я думаю Что больше встречаться Не надо Я готов жениться Я каждый раз Так У меня такое ощущение Как будто Я снова и снова Получаю предложение От своего мужа Я снова волнуюсь Я снова думаю Вот как Что Как он ей скажет Что Они Слава Богу Слава Богу Слава Богу Бляйнара Бляйнара Чтобы было еще больше Девять детей у них сейчас Вот Да Очень такая серьезная Хорошая семья А вот тот мальчик Который Это вот Я на тему Что да Стараться Стараться Мало ли что А вот тот мальчик Который Сказал Что Ну вот Вот как-то Вот Я приехала С семинара Семинара 96-й год Семинар Мой муж работал В американском Таком центре По изучению Иудаизма Была русская группа Когда-то Эша Тора И мой муж Там работал Много лет И я вместе с ним Поехала на их семинар Киев Пуща водится 96-й год И Раф Хайм Коэн Подбежал ко мне И говорит Слушай Тут есть для тебя Такая девочка Такая девочка Это Это сплошная духовность Это Это сплошной свет Я позвала Эту девочку К нам учиться Ну естественно Надо было Оформить документы И так далее Я вернулась В Израиль Звоню этому мальчику И говорю Так Вот такого-то числа Приезжает Твоя Будущая жена А это Мальчик Не простой Он когда-то Мне сказал Он говорит Только смотрите Мое требование Чтобы Расческа Всегда лежала На том месте На которое Я ее положила Вы понимаете Как жить С таким мужчиной Ну И тут Я ему звоню И говорю Дорогой Значит Вот Такого-то числа Приезжает Твоя будущая жена Он говорит Кто вам сказал Типа Да Много вы знаете Откуда вы знаете Я говорю Посмотрим Вот Слава Богу У них уже родился Десятый Так что Так что Слава Богу И все Выстраивается Все Выстраивается Меня сегодня Объявили Обыкновенные Рассказы О необыкновенных Или необыкновенные Об обыкновенных Что-то такое Неважно Это все Все необыкновенное И вся жизнь Необыкновенная И все это Совершенно Совершенно Был у меня Такой мальчик Пошел с девочкой Встречаться Ну Внешне Как-то Красавец Красавец Я девочку Говорю Она говорит Нет Наверное Я еще не готова Я говорю Ну сходи Один раз Посмотришь Она пришла Все Уже она Сразу стала готова Уже все А он Как-то Вот И тут Эстер Эстера Финген Наверное Знаете Да Говорит А он К нам Приходит На шабаты Вот Скажите Если Надо его Уговорить Выйти еще раз То Я это беру На себя Я говорю Сто процентов Давай Мало ли что Выйти еще раз Обязательно Так вот Когда они уже Сделали Русин Он пришел К нам На Пурим Ну уже Он видимо Пурим В нескольких Местах Справил И значит Пришел И такой Веселенький Стал говорить Ну это Говорит Так я Мягко говорю Восклицать Покрикивать Говорит Вот Я не знал Что мне нужно И только Всевышний Знал Что мне нужно Я такой Счастливый Только Всевышний Знал Что мне Нужно Слава Богу У них все хорошо Недавно Родился Седьмой Вот Я стараюсь Отслеживать Стараюсь Это называется Отдаленные Результаты Отдаленные Результаты И когда Они радуют Когда Все хорошо Когда Муж и жена Счастливые Когда Они Бегут Навстречу Друг к другу Замечательно Но Отдельную Какую-то Какую-то Лекцию А Сейчас Что я Так сказать Хотела бы Сказать Еще Значит Настаивать Да Много Много у меня Таких историй Много-много Таки Соединить Жизни Как Как Это Получилось Я Предложила Взрослому Мужчине Что Можно сказать Для вас Таки Даже Пожилому Я Предложила Женщину Он Послал Там Сфотографировать Своих Лазутчиков Сказал Нет Не Подходит Через Полгода Другая Женщина Не дала Ему Ничего Сфотографировать Послала Его Значит И говорит Вот Встречайся Они Поженились То есть Всякое Бывает И И Стараться И делать И так далее Теперь Я Предпочитаю Никогда Скажите Историю Двора Историю Двора Я Никому Вы заметили Я не говорю Имен Спроси Ее Сбегай Спроси Я не могу Без имен Никогда В жизни Это как Врачебная Тайна Без имен Могу Рассказывать Все что Угодно С именами Я Не Это Самая Вот Значит Принцип Не врать Всегда Всем говорю Правду И И считаю Что это Так надо Если девочка Не умеет Варить Борщ Я так и говорю Чтобы не было Потом Сюрпризов Не надо Я никого Не имею Ввиду Конкретно Вот То есть Если даже Имею То никого Не показываю Пальцем Вот Но я считаю Что Я считаю Что люди Должны знать На что Они идут Если у девочки Сложный характер Я говорю У девочки Сложный характер У нее Такие 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 Достоинства Такие Такие Такие-то Сложности Если ты К этому Готов Двора Сказала Можно Хорошо Тогда Это тоже Это Это настолько Сият И дешмая Я поехала В Москву И Там Разные Были Разные Дела И одно Из дел Было Встретиться С Секретарем Равина С Председателем Равинского Совета Что-то Такое И Она Она Мне Должна Дать Список Тех Кто Нуждается В Шедухе Чтобы Я Как-то Попыталась Активизировать Значит Их Жизнь В смысле Шедухе И так далее Очень Милая Приятная Женщина Меня Встретила И Стала Рассказывать Стала Рассказывать По своему Списку У нее Все было Аккуратно Все было Приготовлено Она Такой Очень 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 Профессионал Во всяких Таких Деловых Моментах Таких Канцелярских Все у нее Было И она Очень Тонко И очень Остроумно Рассказывала О тех Людах Которые Хотели На тот Момент Которые Хотели Шедух И Про одну Про другую Про третью А я Слушала Ее В полуха Потому что Я Все время Смотрела Страшно Неприлично Как-то Это было Все время Смотрела На ее руки Почему Я смотрела Все время Я так Смотрю И мне Неудобно И я Сразу Начинаю Рассматривать Кабинет Все время Все время Смотрела На ее руки И Я вам скажу Почему За Год До этого У меня Умерла Любимая Подружка Очень Очень Близкий Мне Человек Дихруна Левраха Чтоб Земля И была Пухом И Я Разговариваю С этой Женщиной Я Смотрю Что У нее Руки Руки Очень Характеризуют Человека Я смотрю Что ее руки Очень 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 Сильно Напоминают Мне руки Моей Ушедшей В тот Мир Подружки И когда Она Закончила Говорить И шутя И с полуулыбкой Сказала Ну вот Это вам Список Вот я вам Даю Вот я Постаралась Вам Все Это И Ну Конечно Я бы тоже Хотела устроить Свою жизнь Но Это И тут Я ей говорю Я говорю Извините Пожалуйста Я так Неприлично Себя вела Я все Время Смотрела На ваши Руки Она Я не помню Что она мне ответила Заметила Не заметила И я ей Объясняю Я говорю Что у меня Ушла В тот мир Очень близкая Подружка И ее муж Наш Близкий друг Интеллигентный Милый И хороший Человек Вдовец Я В общем Наверное Наверное Его жена Очень хотела бы Чтобы ему было На этой На этой земле Хорошо И вот Как Как вы считаете Я рассказываю Про него Она говорит мне Смотрите Что я могу считать Я готова Когда я приехала Домой Буквально Через Пару дней Был Йордсайт Моей подружки Гали И мы собрались На кладбище Мы собрались На кладбище И Я не могу Открыть рот Я понимаю Что Мужчине Тяжело Одному Но Но у меня Бушуют чувства В душе Это Как бы Я делаю Замену Своей подруге Я Все это Переживаю Я Не 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 шлема С собой Я не Я не знаю Что делать Кончается Там Молитва Йордсайт Кадиш Все Разъезжаются И так Получается Что он Подходит к нам И говорит Подкинете меня До работы Он один Остался И мы с ним В машине Мой муж За рулем И я Сзади Ну они Спереди Мужчины Как при этом Кошерно Я мучаюсь 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 Я говорю Саш Я знаю Наверное Что это Ну Тем более Сейчас Страшно Неуместно Но я тебе скажу Я встретила В Москве Женщину Я не могла Оторвать глаз От ее рук У нее Она Ну крупнее Чем Галя Больше И руки крупнее Но у нее Руки Ну Прямо Точь в точь Такие Как у Гали И я Сказала Рассказала Ей про тебя И Я понимаю Что наверное Это Как бы Если тебе Это вообще Совсем Не 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 в направлении Твоих Мыслей И ощущений То Забудь Об этом И Извини меня За то Что я Это самое Но я Решила Тебе Сказать И мы Разъезжаемся Мы его довозим И он идет На работу И вечером Он мне звонит И говорит Ты знаешь У меня Очень хорошие дети За все Это время Они Ни в коем случае Не дали мне Почувствовать Мое вдовство Они Берут меня Каждый шаббат У них Три сына Они берут Меня каждый шаббат Они нашли Женщину Которая Мне убирает И готовит Они сделали Мне Не просто снос Но очень комфортную Хорошую жизнь Но ты знаешь Когда я Возвращаюсь Вечером С работы Домой Я остаюсь Один Знаешь Позвони ей И вот с этого Начался Их шедух И они говорили 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 По скайпу По телефону Дикие деньги Он там наговорил Не знаю Потом они еще Расплачивались Два года За эти Там они Круглосуточно Круглосуточно Разговаривали По телефону И Вопреки Всем правилам Шедуха Я чуть Его не прибила Он по телефону Ее Не видя Вживую Не ощущая Не чувствуя Сделал Ей Предложение А дальше Она приехала Выходить Замуж С чемоданами Все бросила Все бросила Но когда Они встретились Они страшно Не понравились Друг другу Понимаете Потому что Они нарушили Нельзя так было Нельзя было Заканчивать Шедух По скайпу Обязательно Есть такая вещь И по скайпу Бывают шедухи У меня были Такие шедухи Но обязательно На каком-то уровне Надо уже Чтобы люди Встретились И так сказать Потом Двора Чтобы у них Большой 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 До того Слава богу Эта семья Состоялась И блеяйнара Блеяйнара Это очень Счастливая семья Я вам скажу Еще один Такой момент Я У меня Маленький Маленький Сын Который Тоже Относится К Все Толдот Ешурутные Истории Ешурунные Я говорю Я говорю Знаешь У меня Какое-то Такое Чувство Мы С сыновьями Советуемся С детьми Как-то это Знаешь Такое чувство Неловкое Как будто Вот я Вот Галя Ушла В тот мир Я Как будто Вот Ее Заменяют Такой Жесткий Мир Как-то Вот так Оно Все И И И у меня Я очень хочу Счастья Саше Но вот Как-то Сердце Мое Рвется То, что Я сделала Этот шедух Мне мой Маленький На тот момент Сын Который Еще Был Неженат И Мальчишка Сказал Мам Ты Че На самом Деле Думаешь Что это Ты Сделала Это Жигаля Там Попросила Все И у меня Упал Камень Сердца И я Понимаю Что на самом Деле Это Галя Там Попросила Чтобы Ее Муж Здесь Был Счастлив И Доволен И чтобы Было Хорошо И она Там Уже Позаботилась О нем Так Как Она Здесь Заботилась О нем Всю Жизнь Понимаете И все Это Все Это Еще Хотела Я Чуть Чуть Сказать У меня Тут Много Еще Всяких Рассказиков Вообще Шедухи Очень Веселая Вещь И Опять Таки Что Это Абсолютно Абсолютно Не я Абсолютно То С чего Я начала Абсолютно Святая Дешмая И все Это Я много Могу На эту Тему Рассказать Приходит Ко мне Парень Например Я записываю Я записываю Имя Фамилия Рост Возраст Родился Учился Приехал Хозорнулся Все Тра-та-та И вдруг Он мне говорит Вот в этот Период жизни Там В Израиле Работал На разных Работах В жизни Я так Не говорила Но тут Я говорю Слушай Вот С девяносто Первого Года По Я знаю Там Девяносто седьмой Вот Расскажи Ко мне Подробнее Про этот Свой Период Жизни Или там Не знаю С какого Расскажи Поподробнее И я Шучу Такая шутница Прям Шучу Каждый день Никогда В жизни Я шучу Говорю Ну я же не знаю Может ты сидел Он говорит Сидел Я говорю Сколько Он говорит Шесть лет Это на самом деле Какой Я могу сказать Что это я В жизни Я такого Не говорила Не думала Не говорила Вот это Это Есть такая вещь Это есть Такая вещь Ашем Сам Бапе Положил Положил в рот Вот Или там Например Один парень Ко мне Ходил 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 Несколько лет Подряд Несколько лет Подряд Такой Интересный Парень Обеспеченный Галерея Картинная У него В Гданске В Польше Приезжал Учился Здесь В Яшиве Туда уезжал Подкрутить Какие-то дела Опять приезжал В общем В какой-то момент Я ему говорю Я говорю Слушай Я не знаю Я не могу Тебе объяснить Ну вот Что-то мне мешает Вот я же тебя давно знаю И все вроде хорошо Ты такой умный Интеллигентный Религиозный парень Вот Вот Что-то мне мешает Он говорит Ну ладно Раз уж вы сказали Я вам скажу Вообще-то я женат То есть он все эти годы Он женат На польской девушке Так сказать Мужчины слабые И двое детей У него там Понимаете А он по закону Он не женат Как бы по еврейскому закону И он значит Спокойно себе ходил И искал невесту И я Не могла Сделать ему Ни одного Ши духа Понимаете На каком-то Подсознательном уровне Я не сумела Сделать ему Ни одного Ши духа Вот Как это получается Понятно Что это все там Все это решается там Это Это невозможно Объяснить Какими-то такими Вот Там Ни профессионализмом Ни каким-то знанием Психологии Все ерунда Все ерунда Все решается Только там Иногда Мне говорят А вы не религиозным Делаете ши духи Я говорю Конечно Конечно Как сказал Раф Ошер Вайс Жениться Это не грех Жениться Это не грех И если Девочка там Оставляет своего Мальчика Нееврея И мальчик Оставляет свою Нееврейскую девочку Большая митва Чтобы они Построили семью И шли дальше Вместе Единственное Что Единственное Что Я очень 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 Стараюсь Чтобы В паре Люди Не потопили Друг друга То есть Если я вижу В паре Потенциал Выплыть Однажды Я вообще Не люблю Никакие разборки И все эти Выяснения Отношений Однажды За всю Свою жизнь Я позвонила Одной Шатханит К счастью У меня Совершенно Не Не память Во-первых Нету памяти Это может быть Не к счастью Но нет Во-вторых Тем более На какие-то Плохие вещи Я не помню Кто это Сейчас Совершенно Попытками Не скажу Понятия Не имею Но просто Сделали Шедух Девочки Соблюдающие С мальчиком Которого я знала Как в общем Очень Так сказать Такого Неуравновешенного В идеологическом плане То есть Ему можно было Обязательно Нужно было Сделать шедух Но Но я бы Я бы не решилась Подвергнуть Девочку Так сказать Вот риску А та женщина Решилась Я ей позвонила И говорю Извините пожалуйста Я не хочу вмешиваться В ваши дела Но Как-то мы стараемся Всегда Делать Шедухи так Чтобы люди В них Поднимались Поднимались Духовно Поднимались Я знаю Во всяких Смыслах Она говорит Вы зря Вы зря Думаете О ней Так Это вот Она вам Пустила Пыль в глаза Что она Вот такая Духовно Религиозная На самом деле Обыкновенная Девчонка Все будет хорошо Короче говоря Дальше все было Замечательно Они уехали В Шлихут Он ее кинул Кинул с ребенком Одел серегу в ухо В нос Во все места Которые только можно Остался там Она выплыла Она Слава Богу Она выплыла Она приехала сюда С ребенком Слава Богу Она сумела Взять гет Ой спасибо большое Сумела Приехала с ребенком Выучилась Устроилась работать Замечательный мальчик у нее Она Слава Богу Слава Богу Слава Богу В прошлом месяце Она обручилась Замечательным человеком И дай Бог У них все будет хорошо Но это пример того Что надо Чуть-чуть Осторожно Все-таки смотреть Чтобы это не было Чтобы люди Не топили Друг друга И чтобы они Наоборот Способствовали Какому-то Духовному Возвышению Вот Теперь Не Такая шатханская жизнь Научила меня Не быть самонадеянной Ой я крутая Я все могу Меня там Шедухи С сотнями Ерунда И чушь Сделать шедух Может Кто угодно И Мои же шедухи Учат меня Тому Что не надо Быть самонадеянной У меня была одна девочка Скажем Еще одна история Она такая Взрослая Такая умная Такая Философски Настроенная Такая Вообще Со второй степенью С замечательными оценками Все И ей все время Наши духи Слала Вот таких Интеллектуальных Глубоких Таких Взрослых Мужчин А она мне все время Говорила Я хочу мальчишку Я говорю Ну куда Ты и мальчишка Ты ложишься спать В девять часов вечера И утром кушаешь Манную кашу Какой 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 мальчишка Это выдержит Тебе нужен Солидный человек Тебе нужен Человек Который тебя Выдержит С твоим занудством Она говорила Хочу мальчишку И появился Мальчишка Я ей сказала Хочешь Я сказала Я тебя отобщу Пожалуйста Иди с этим мальчишкой И посмотри Как это далеко Слава Богу У них трое детей Замечательно Живут Все очень Очень Это самое Оптимистично Поэтому Это тоже Меня очень многому Мои же шедухи Меня учат Очень 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 Многому И еще хочу Рассказать Последнюю Наверное Историю Потому что А уже все Да Давайте Последнюю Самую Последнюю Препоследнюю Расскажу Значит Девочка Замечательная Умная Красивая Хорошая Один институт Второй Мадриха Замечательная Ее подружки Все вышли замуж По второму Рожают Ее Ханиход Воспитанницы Выходят замуж Она сидит Что такое Ничего не получается Как Почему И тут вдруг Шедух Мальчик Красивый Умный С перспективой Закончил Бостонский Университет Русский Говорит на всех Языках В общем Все что надо Русскоязычное Я имею ввиду И она пошла Наши дух И говорит Ну он конечно Да Но Понимаете Вот Мне очень хочется Я очень люблю Израиль И Когда он мне Говорит О том Что Отдых В Швейцарии Я думаю Ну Чего этот отдых В Швейцарии Может эти деньги Можно с большей пользой Потратить Может они Кому-то Нужнее Вот меня Его так сказать Вот эти Жизненные Будущие вехи Они Как говорит молодежь Сейчас Не прикалывают Но Но он конечно Красивый Обеспеченный Не знаю Что делать А мальчик Горит Мальчик Я буду Такой Как она захочет Я хочу сказать Два слова О роли Рабоним Что это такое О роли Равинов Она идет К Раву Штейнерману Есть такой Большой Равин В городе Браке И через 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 Габая Через его Так сказать Приближенных лиц Пишет письмо И описывает Вот эту вот ситуацию Описывает ситуацию Что он мне очень понравился Он симпатичный Он умный Он интеллектуальный Ну вот как-то Духовно Я не чувствую Что мы на одной волне Что делать Ей уже лет Достаточно Серьезно Для того Чтобы на израильском фоне Чуть-чуть Поволноваться В Израиле Рано женятся Тем более Девочки Которые Хазрубатшева Которые Религиозные Соблюдающие И Она приносит Ответ Она мне звонит И говорит Все хорошо Я говорю Что Она говорит Понимаете Я приняла Иллюзию За правду Я подумала Что умный Красивый И обеспеченный Это уже что-то Это иллюзия Раф Штейнерман Сказал Нет Прошло Полгода Были другие Шедухи И она Снова выходила И снова Все не то И каждый день Как у подружек Все складывается А я Ну что делать Второй институт Сделать Что Что и А мальчик Пылал Он уехал В Яшиву Он учился В Яшиве В Америке Он Прислал Мне сказать Что Он пересмотрел Свою Так сказать Идейную Платформу Он готов Сидеть в Яшиве Всю жизнь Он Он только Ради нее Он забьет На весь бизнес На все Я говорю Смотри Вот Он Говорит Что Вот Так сказать Он понял Твои Твои жизненные Устремления И он Готов Соответствовать Был у тебя Шедух Лучше Чем он Она Говорит Нет Я говорю Ну Я же тоже Волнуюсь Я же тоже Человек Я же не знаю И она Еще раз Идет К Рауштейн Я в этот момент Лечу Куда-то И я на Багаж У меня проводится И Она мне звонит И в этот момент У меня забирают Телефон Чтобы его провести Через эту штуку И я на нервах И она мне говорит Рауштейн Он сказал Ло Ла Лехет лезе Я думаю Боже мой Как можно Как может Человек Из плоти Из крови Человек Рауштейн Он великий человек Он человек Как Как можно Взять на себя Такую ответственность Ей Я не буду говорить Сколько лет А вдруг Она больше Никого не встретит Он в нее Страшно влюблен Он замечательный Мальчик У него Замечательная Семья А вдруг А что же Ну я Сглатываю Комок И говорю Ну хорошо Безратошем Раф Рафштейн Так сказал Значит И случается Так Что еще Там через какое-то Время Я уже сейчас В сроках Боюсь Боюсь ошибиться Звонит Мужской голос Мне И говорит Я слышал Что у вас Есть Религиозная Масса Можно я Подъеду Я Не имею Еще Никогда Мальчики К нам Не обращались С тем Чтобы поступить На нашу Религиозную Массу Но я От неожиданности Говорю Можно Вот И он Приезжает Он приезжает Очень 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 Симпатичный Мальчик Который Говорит Что Вот Он почувствовал Он на нерелигиозной Массе Пять месяцев Уже он там Значит Тут кончаются Его пять месяцев Там И вот он Каждый день Ходит На Котель И он чувствует Что он хочет Чего-то большего Чем Ну короче Говоря Короче Говоря Он у нас Прижился И Мы стали Дружить С ним Вот Особенно Мы С ним Дружили Ночами Когда уже Все ложились Спать Вот где-то Часа в три ночи Это мое время Мы Разговаривали На всякие Духовно Интеллектуальные Темы И Мальчик То что называется Несрав Я уже заканчиваю Я уже поняла Да Последняя история И все Вот То что называется Несрав Мальчик Пошел Сначала В учебное Заведение Религиозное Где Была Мосса Потом У него Были Еще 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 Так сказать Вот И Очень хороший Мальчик И я Говорю Своему мужу Я говорю Может Давай Мальчик 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 Духим Я пошлю Мальчик Мальчик Тебе Мальчик Ложишь Ко мне Подъехать Можно через интернет-магазин Купить там туфли, юбку Я не помню, что я врала Я же не умею с ним обращаться С этим компьютером Ты можешь мне это самое А я ее задерживаю Мне надо ее задержать До того момента, пока он приедет Чтобы ненароком Она на него глянула И может быть она бы Куда подальше меня не послала С моим предложением Потому что на самом деле Он очень-очень симпатичный Вот И она У меня что-то Помогает, там находит Вот такой магазин, такой магазин Здесь скидки, здесь это Вот, и говорит, все, я побежала Она мадряха У меня у девочки день рождения Мне надо уже И я говорю, ой, ну подожди, подожди И проговариваюсь Я говорю, ну знаешь, просто должен подъехать Один мальчик Она говорит, а? Что? Мальчик? Тогда тем более И убегает Убегает, убегает Я же ее не могу Приезжает мальчик, читает мне эти 46 страниц Вот, они мне тоже были особенно не нужны Но Я выясняю, что оказывается на другой массе Еще в сто раз хуже, чем у нас Если у нас стиральная машина Там, не знаю, на 10 человек Кто там на 25 Я радуюсь громко Вот И И уже поздно А он вегетарианец Вообще, я так думаю, наверное Что у него вот такой духовный проброс был Потому что он много лет не ел мяса И у него вот не были замусорены каналы Связи с Всевышним И вот так вот он пошел Он вегетарианец И ему там, где он находится Кушать нечего Потому что Ну там Мужикам в Ешиве Там шницель дали И все Парни сытые А он это не ест Я говорю, пойдем теперь поедим Уже часов 12 Он приходит Пока там, я знаю, поел И тут звонит она И говорит А может я зря Убежала Я говорю, ну так приходи Он еще здесь Вот И все Дальше все было Очень такая Очень-очень трогательная И красивая